Военная техника всегда была гордостью России и действительно, гордиться есть, чем многие российские оружия превосходят любые аналоги на несколько голов. Благодаря этому многие страны вынуждены считаться с мнением России и не будь их, возможно, всё уже было бы иначе. Сегодня мы посмотрим на 10 невероятных русских оружий, которых боится весь мир. Реактивный истребитель Су-35 представляет собой модернизированную версию советского Су-27. Крайне быстро может подниматься на большие высоты и имеет огромную боевую нагрузку. Его система обнаружения способна распознать цель на расстоянии в 400 километров, в считанные секунды уничтожить объект. По всему миру этот самолет известен как убийца стелсов. Российский спецназ «Альфа» был создан в 1974 году, разумеется, при КГБ. Впоследствии, после распада Советского Союза, перешел под управление ФСБ. Бойцы «Альфы» сражаются как с террористами, так и с представителями организованной преступности. И тех, и других, как вы понимаете, со времен СССР лишь прибавилось. Бойцы «Альфы» участвовали в самых горячих войнах и являются грозой всех боевиков. Ракетная система «Искандер-М» представляет собой мощный комплекс, оснащенный баллистическими ракетами средней дальности. Они способны поразить любую цель в считанные секунды на расстоянии 500 километров. Однако весь мир боится эти ракеты за то, что они способны самонаводиться прямо в полете, менять траекторию, уворачиваться от других ракет и поражать движущуюся цель. Более того, из-за специальной конструкции эти ракеты почти невозможно засечь. Российский танк Т-90, который является глубокой модернизацией советского Т-72, называют «летающим». Он имеет двигатель мощностью в 1000 лошадиных сил и малый вес, всё это позволяет творить настоящие чудеса. Танк способен нестись по пересечённой местности или шоссейной дороге со скоростью до 70 километров в час. Он легко преодолеет водное препятствие глубиной 5 метров, ров шириной 3 метра, вертикальную стену в 1 метр высотой, может даже взлететь. Кстати, именно этот танк есть в игре War Thunder, и сегодня вы можете ощутить его мощь на себе. Эээ, не слышали о War Thunder? Да перестаньте, об этой игре говорят все, ведь это крутой экшен, в котором схлестнулись огромные танки и авиация. Тысяча единиц военной техники, многообразие карт с горячими точками по всему миру, прибавьте к этому отличную графику, оптимизацию и новейшую систему повреждений. Да, всё это War Thunder, и самое главное, ты волен сам выбирать, как нагибать врагов, на земле или в воздухе. Мне лично нравятся самолёты, в общем, не теряем времени, нагибаем лучшим российским оружием врагов. Игра совершенно бесплатная и пойдёт на самых слабых ПК. Игра и куча ништяков по ссылке в описании. Россия известна по всему миру автоматом Калашникова, но пора бы уже придумать следующий автомат, который прославится на весь мир. Возможно, это будет двухсредный автомат АДС, уникальное оружие, способное эффективно стрелять на суше и под водой. Также автомат снабжён съёмным подствольным гранатомётом, а в противника он может выпустить 600 пуль за одну минуту. Ракетный комплекс Тополь-М – главное ракетное оружие России. Ракета может запускаться как из-под земли, так и с любой точки страны. В полёте она может разделиться на три самостоятельные ракеты, что делает её неуязвимой для противоракетных систем. Правда, существующие сегодня мировые договорённости этого России не позволяют, но не исключено, что ситуация может измениться. Дальность поражения Тополем – невероятные 11 тысяч километров. Межконтинентальные баллистические ракеты Воевода, созданные ещё в 1970-х годах, наводят ужасно вероятного противника только фактом своего существования. СС-18, а на Западе более известная как Сатана, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая мощная межконтинентальная баллистическая ракета. Она несёт заряд мощностью в 10 тысяч килотонн. Иностранных аналогов Сатаны не создано до сих пор. Конечно, иметь такие ракеты нужно также уметь останавливать ракеты противника. Панцирь С-1 – это универсальное средство борьбы с воздушными целями, имеющие скорость до 1000 метров в секунду. Комплекс может уничтожить ракету на расстоянии до 20 километров, летящей на высоте от 5 до 15 тысяч метров. Также он может бороться с лёгкой бронированной техникой противника и его живой силой. Этот комплекс практически мгновенно может обнаружить и уничтожить самолёт, вертолёт, крылатую ракету или управляемую авиабомбу противника. Боевой разведывательно-ударный вертолёт К-52, более известный как «Аллигатор», предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники. Эта невероятная машина для уничтожения врагов способна летать на высоте в 5 километров. Но, к слову сказать, именно этот вертолёт обстрелял зрителей военного шоу совсем недавно. Ставь лайк, если тоже считаешь, что всему миру есть за что бояться Россию.